Итак, приступаем к монтажу панели. Делается все очень просто. Сюда, значит, я уже прикрепил. Вниз я положил тоже пластинку. Это, значит, ставится панель ровно по каркасу. Берется шруповер дрель и вот таким образом прикручивается. Здесь тоже самое. Прикручиваем сюда. Если степлером, можно степлером прищелкивать. Но так как у меня степлера нет, я делаю дрелью. Следующую панель, значит, ставим то же самое. Ставим плотно в паз, подгоняем и туда прикручиваем. Ну, там, естественно, придется вылизать вентиляцию. Значит, эти стыки делаем просто стык-стык. Тут особо подгонять ничего не нужно, так как потом это все будет обделываться декоративным уголком. Ну, все. Вот так вот начинаем заделывать панели. Ну, пока все. Ну, вот. Основная работа сделана. Все каркасы зашиты панелями. Вот так все это выглядит. Поставил люк сюда. Вот так вот он выглядит. Счетчик. Там кран. Так, поставил люк сюда. Тоже вот он так открывается. Там счетчик и кран горячей водой. Вывел подводку для бачка. Гофра. Так, что по стыкам. Стыки я закрываю вот таким уголком. Он продавался такой же, как и панели. Он гнется в разные стороны. Если нужно внутренний угол, вгибаем внутрь. Если нужен наружный, вгибаем наружу. Я его буду приклеивать на жидкие гвозди. Так все это будет выглядеть и закрыто. Вертикальные углы я пока не ставлю. Почему? Потому что сперва нужно сделать потолок. Поставить потолочный плинтус. И уже эти уголки будут примыкать к плинтусу. Так, что по этому углу. Вот такой угол, значит, получился. Сюда тоже встанет наружный угол. Ну, так все это закроется. Но тоже, да, это все я буду ставить уже после потолка. Вот. Вот так все это выглядит. Очень удобно крепить по фонерному каркасу. Немного места занимает. Примерно один сантиметр всего от стены. Бюджетный вариант каркаса, скажем так. Мне нравится таким образом крепить панели. Ну, вот так все это выглядит. Вот. Так, с этой стороны. С этой стороны нам остается что? Остается поставить вот эту дверь. Ну, и, соответственно, здесь сделать примыкание. Все это я покажу, как я буду делать дальше. Вот. Ну, вот такой получается туалет. Ну, как бы задумка моя меня устраивает. Результат устраивает меня. Сейчас бы я хотел показать, как я режу панели. Панели можно резать разными способами. Можно резать ножом. Можно резать ножовкой с мелким зубом. Можно резать болгаркой. Я режу панели вот таким ножом. Как я это делаю? Отмеряем нужную нам длину. Например, ставлю угольник, чтобы это был ровный рез. Беру нож. Доложу несколько раз. Все. Получаем абсолютно идеальный рез. С двух сторон. Вот так я режу панель. Сейчас я покажу, как режется уголок. Декоративный уголок, который закрывается при примыкании. Уголок очень хорошо резать ножницами по металлу. Великолепно режется. Очень ровно. Получается практически идеальный рез. Еще такой нюанс. Значит, когда загибаете наружный угол, он загибается нормально. Нормально загибается. Когда загибаете внутренний угол, если сразу загибать внутренний угол, часто бывает, что просто уголок ломается здесь. Желательно сперва загнуть наружный угол. А потом развернуть и аккуратно сложить его во внутренний угол. Вот так. Тогда он ровно слаживается и не ломается. Ну, в общем, вот это я хотел сказать. Такие вот нюансы. Вот.